привет сектанты здесь у меня программа crazy talk animator 2 которая служит для 2d анимации пример мультфильма который можно в ней сделать вы можете посмотреть вот по этой ссылке сегодня мы рассмотрим некоторые приемы которые можно применить к стандартным персонажем которые есть в этой программе чтобы вызвать персонажа мы заходим на вкладочку актер актер вот здесь вот и здесь видим справа группу персонажей и вот в этой папочке тоже у меня есть персонажи я возьму отсюда один персонаж два раза кликнул и перейду снова персонажа главную папку и выберу здесь какой нибудь два раза кликнул и появился мужик можно их соответственно вот так вот всяко деформировать кликнув растягивать увеличивать чем они отличаются если мы возьмем вот эту девчонку то она абсолютно плоская то есть она действует и видно в одной плоскости если на что можно вот так вот зеркалить да вот здесь вот есть опция 3d 3d motion key editor это очень этого инструмента мы как бы можем вращать вот этого персонажа вокруг своей оси если мы покрутим вот эту плоскую девчонку она как-то херово вращается ну башка остается по крайней мере на месте а если мы выберем вот этого чувака в красной футболке и покрутим то мы видим что он у нас как бы 3d то есть он нас возвращается на 360 градусов более того можно вращать и двигать его за башку и за прочие части тела которые находятся вне папки они нас 3d вот здесь и можно выбрать любого и покрутить всяко и потом покажу как это можно применить а те что вот в этой папке же один они абсолютно плоские и с ними уже придется только ходить по плоскости также в папке актер актеров этих вот персонажей есть еще подразделение head это голова и body то есть по идее мы можем каждому из персонажей представим другую башку другое тело потом в папке голова соответственно мы можем на базе спрайтов то есть картинок отдельных формировать голова да вот он нас предупреждает что я беру 2d башку башку от 2d персонажа полного а к 3d персонажа что уверен что хотите это сделать я нажму да если я его сейчас повращаю то у меня соответственно башка то не крутится поэтому имеет смысл конечно брать башки и менять не из папки g1 а вот спрейт бейст который в корне тут здесь уже башки конечно будут нормальные допустим возьмем от этого унылого гляденьку поменяли башку и если я его сейчас покручу то я увижу что башка у меня точно так же вместе с ним вращается то есть она не полностью подходит эту девчонку мы уберем и давайте посмотрим примерно как может этот актер в принципе двигаться я его пока уберу вот куда-нибудь сюда сделаю его маленьким и зайду на посуда на вкладку анимешин и здесь у меня есть опять же разделы motion это движение face это лицо perform это какие-то созданные такие движения то есть какие-то нестандартные как бы и экшен меню то есть это какие-то экшены я пока не знаю что это дело что они делают и как с этим работать поэтому их я пока общение буду показывать начнем с мошен с движения иди это был 3d есть если мы здесь вкладочку 2 2d то есть 2d движения и движение и движение же 1 до кита тоже собственное движение предназначены видимо для тех вот персонажей плоских но нас интересует 3d движение move то есть move это движение именно перемещение идол это ожидание тэлк это разговор перформа это какие-то нестандартные там перформансы да dance это танец соответственно working это работа вот такие группы движений на самом деле можно создавать абсолютно свои движения которых здесь нет но об этом я в следующем видео как нибудь расскажу пока начнем со стандартных движение вот move берем движение move и здесь мы можем выбрать соответственно на иконках видно какие это движения ну кто знает английский я думаю будет понятно здесь что у нас написано можно поменять change view mode то есть покрупнее сделать чтобы было видно счастливый бег счастливый бег быстрый злобная злобная ходьба как бы волк angry это женская ходьба это какой-то там офицер не знаю что это ну и так далее то есть по вот этим названием и по картинкам можно конечно понять ну нас интересует как бы ходьба вот берем волк комик комическая ходьба мы выбираем нашего человечка выбираем эту ходьбу два раза кликаем и она у него появилась вот видите он как бы на меня бежит да какой то короткий отрезок вот здесь вот есть кнопочка play и мы можем нажав стоп вернуть все назад либо вот эту кнопочку старт на старт вернуть и вот это play и вот он у нас побежал видите вот здесь движется ползунок ну по умолчанию у нас тут сколько-то кадров задано я остановлю и давайте я попробую его немножко повернуть то есть я выберу актера 3d и поверну его чтобы он у меня немножко вот так бежал или даже вот так сейчас попробуем проиграть и видим что он у меня уже теперь сбоку как бы бежит нажимаем f3 и у нас открывается шкала времени вот такая вот здесь присутствует вот такая кнопочка где мы можем выбрать что будет видно нашего актера например да вот у нас его зовут соул стоит галочка значит все что относится к нему мы видим здесь вот написаны руки непонятно почему правая левая тут можно их закрыть и их соответственно не будет отображаться вот у нас соул и у него различные опции есть нас будет интересовать трансформ 3d motion для начала и вот мы видим волк комик это как раз то движение которое мы с вами задали если мы нажмем play мы увидим пока бежит по синему у нас идет движение как только уходит соответственно окончилось и все все что можно с этим сделать давайте мы сделаем у меня маленький к сожалению монитор поэтому не очень удобно удобно работать на большом но что делать можно это движение скопировать несколько раз вот здесь вот стоит кнопочка loop то есть мы можем когда она включена наводим на край у нас плюсик и я дублирую это движение либо если вот эта кнопочка stretch по моему speed а скорость мы можем растягивать движение или укорачивать соответственно он будет быстрее шевелить ногами или медленнее но нас пока интересует это я три раза допустим добавил или четыре и теперь если я нажму стоп и проиграю он у меня будет гораздо дольше вот так вот бежать вот здесь вот в области проигрывания можно вот так подтянуть курсор мы увидим его здесь на шкале времени да вот он появляется исчезает то есть как бы ограничить проигрывание и loop включить то есть залупить в хорошем смысле этого слова чтобы у нас это без конца проигрывалось да нажмем play и вот он у нас пробежал как только доходит до красной отметки он у нас снова вернется начнет бежать остановлю начало и теперь зададим перемещение для этого мы вот здесь вот шкала трансформата как раз она будет отвечать за перемещение ну допустим в конце или где-то в середине мы хотим его видеть ну вот сюда я перемещу вот в этот момент времени он у нас должен быть скажем вот здесь вот видите появилась зеленая линия и давайте посмотрим и мы видим что он перемещается и появилась вот эта точка на шкале вот здесь трансформ которую мы можем переместить допустим сюда и соответственно у нас быстрее побежит то есть то же расстояние за более короткое время если мы сюда переместим то он нас вообще махом перебежит да не соответствует движениям поэтому вот это вот надо как-то координировать с движениями ногами чтобы выглядело естественно вот он у нас добежал сюда в этот момент времени да и я хочу чтобы он повернулся и прибежал ко мне сюда для этого я вот это вот включая у меня уже включена 3d motion key editor поворачиваю его обратно ко мне и перехожу дальше двигаю вот эту шкалу и в конце его бега он у меня должен куда то сюда ко мне вот подбежать да и посмотрим что получится видите какая то чушь происходит он у нас дергается сюда это потому что у нас клонированы вот эти вот четыре раза этот бег и мы нажмем правую кнопку на шкале motion где у нас бег и сделаем flutter motion clip то есть объединим в один и давайте посмотрим что получилось он у нас все равно как то не там вот у нас получился где поворот то есть он остался не там где надо поэтому мы можем эту точку перенести вот сюда в соответствии вот с этой точкой и посмотреть теперь у нас повернется там где надо если бы я изначально вот эти объединил да слои а потом бы поставил точку то было бы все нормально давайте посмотрим раз повернулся и побежал уже ко мне ну для пущего эффекта можно в конце когда он добежал вот она эта точка сделать его большим как будто бы он приблизился ко мне вот таким образом что дальше дальше можно в этой точке да вот он у меня добежал я хочу какое-то следующее движение контент менеджер опять в меню animation я здесь выбираю уже допустим middle то есть ожидания да он у меня будет например злой стоять нажимаю и стал что то тут топать ногами не дает до конца вот эта отметка досмотреть поэтому я ее сдвигаю давайте снова запустим бежит прибегает и начинает негодовать теперь давайте давайте в конце добавим еще что-нибудь я опять же возвращаюсь конец вот этого синего участка то есть где у нас задано движение было и допустим dance какой-нибудь сделаем два раза кликаем по нему и у меня начинается тут dance давайте бежит 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 сначала злится потом танцует ну я думаю принцип понятен можно какие угодно движения здесь добавлять можно в процессе всего этого менять актера то есть допустим поставить ему вот эту голову это никак не повлияет на саму анимацию то есть просто будет уже человек с женской башкой бежать все это делать ну вот основной принцип работы интуитивно в общем то все понятно видео уже получается слишком длинное поэтому остальное мы оставим немножко на потом если есть вопросы вы спросите на следующих видео мы попробуем сделать не стандартные какие-то движения сделать движение лица то есть мимику и прочие вещи я надеюсь кому-то было чуть-чуть интересно до новых встреч 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 Продолжение следует...